Приезжающие в Иерусалим христианские паломники, обязательно включают в свой маршрут посещение храма Гроба Господня. Сегодня это большой христианский комплекс из нескольких храмов и монастырей. По пути к главной его святыне, последнему пристанищу Христа, посетители проходят мимо мраморной чаши, обозначающей местонахождение символического объекта, пуп земли. Понятие «пуп земли» или «центр мироздания» есть у многих народов мира. Встречается оно и в разных религиозных течениях. В Древней Греции он находился в храме, посвященном Богу Света и покровителю искусства Паллону. Сегодня Амфал доступен к осмотру в археологическом музее города Дельфы, где расположен храм Божества. Храм Гроба Господня – место распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа есть такое понятие в языческой мифологии инков. На территории Южной Америки за звание «центра мироздания» спорят два объекта. Один расположен в Перу, в столице империи инков, в городе Куско. Второй – в Чили, на острове Пасхи. В Китае знаковым объектом центра мира стала гора Тайшань. В Иерусалиме находятся два пупа земли. В Иудаизме камень основание на храмовой горе. Считается, что именно с нее Бог начал сотворение мира. Для христиан символический центр навсегда связан с местом вознесения Христа. Откуда появилась парящая колонна в древнем индийском храме издавна считалось, что центр мира находится не у входа в пещеру Гроба Господня, а немного в стороне у северной стены храма Голгофы. Отмечено место было высокой колонной. В настоящее время звание пуп земли закрепилось за символической точкой, расположенной на середине пути от алтаря храма Гроба Господня к священной Кувуклии, под сводами которой и покоилось тело Спасителя до момента Воскресения. Сегодня реликвия отмечена мраморной чашей. Самые малоосвоенные места земли пуп земли, это чаша в форме цветка из желтого мрамора, украшенная резьбой. В ее центре расположен шар, символизирующий землю. Никто не знает, кто и когда ее установил. Она настолько легкая, что пришлось ее сковать цепью, чтобы вазу постоянно не сдвигали. Доступ к чаше, символизирующей пуп земли, есть лишь у монахов из местных обителей. Они ухаживают за чашей и следят за ее сохранностью. У туристов и паломников нет возможности прикоснуться к символу. Можно лишь подойти к специальному ящику, расположенному рядом. Взять свечу и оставить пожертвование. И пройти дальше, чтобы поклониться Гробу Господню. Посещение храма Гроба Господня доступно всем желающим. Он открывает свои двери в 5 часов утра. Вход, бесплатный. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.